приветствую вас дорогие друзья любители винтажных украшений винтажной бижутерии сегодня вот наконец-то будет обзор моих находок за последние месяцы как всегда будем с вами рассматривать по одной вещи начну я с вот этой вот вазочки посмотрим что мне удалось найти за это время каждый раз на рынке иногда нахожу одно иногда два иногда вообще ничего украшения то есть каждый раз когда есть время стараюсь покопаться у людей обычно у каждого продавца есть или коробочка или мисочка с украшениями такие кучей которых можно покопаться что-то найти вот это очень приятное времяпрепровождение походы на рынок и поиск разных интересных вещей такая вот красавицу брошь чешская ажурная мне попалась с голубыми кристаллами вот у меня она уже в двойном экземпляре точно такая же у меня есть уже в моей коллекции красавица здесь немножечко разболтана иголка ее надо просто здесь зажать надо мне поискать мои щипчики специальные здесь вот просто поджать ее и она будет нормальная я уже раньше такое делала поэтому знаю видите она просто слабенькая очень очень красивая такие нежные кристаллы они как бы немножко даже дымчатые ладно не будем сильно долго вот это вот последнее мое недавнее приобретение буквально неделю назад тоже покопалась у одной женщины в коробочке с украшениями там было много брошек разных и это вот клип для платка зажим зажим для платка очень тугой здесь какое-то есть клеймо две буквы не знаю даже что-то за клеймо видно вам или нет вот это вот блямпочка cr или cr cr по-английски короче такое вот дерево роскошное золотое и с такими вот серебряными похоже как кристаллы но это просто металл такая вот очень красивая не брошь зажим для платка очень красивый прям сверкает так продолжаем была пауза такой вот браслетики нашла очень мне понравился вообще мне змейки очень нравится украшениях к сожалению редко попадается но тут попался такой браслет какой-то интересный пластик даже не знаю что это за браслет такой мне он в принципе подходит но немножечко маловат вот на моей руке выглядит конечно это вам более тонкую руку но очень нравится прямо очень очень нравится мне этот браслет не знаю что за браслет в интернете не нашла каут змейка очень красиво сделано цвет красивый такой с переходом более светлый очень приятно на руке сидит он такая вся какая такая гладенькая обтекаемая без острых углов такой браслетик но может быть я когда-нибудь похудею вот такая вот брошь с эмалью и зеленым кристаллом мне даже несколькими зелеными кристаллами тоже очень интересный цвет такой какой-то оливковый лимболотный брошь без маркировки но это точно не алиэкспресс это какая-то винтажная брошь возможно это 90 может быть ранее вообще я покупала это украшение вместе с другими ну там таки разброс был от семидесятых годов до восьмидесятых но может быть и 90 тоже стесались такая вот брошь еще один зажим для платка такой вот очень красивый как бы с перламутровым фоном розочка розочка такая папа под бронзу но на этот легенький легкий металл легкая легкий зажим и здесь есть тоже маркировка и стрончания как всегда всех разбирает хождение мимо меня сейчас сын опять прошел собрал бутылки пустые в своей комнате от воды понес мимо меня хорошо что я успела включить камеру то что две бутылки у него свалились из рук и скакали тут на на плитке на кухонной смысле на полу плиточном они отскочили потому что пластик пустой и начали тут прыгать мы так смеялись сейчас ладно опять пауза была показываю следующий брошь это старинная брошь начала двадцатого века ну такая вот очень интересная вещь я сначала думал может это золото но скорее всего это просто по золото здесь четыре baby жемчужинки так называют такие вот мелкие или называют их иногда жемчужное зерно или зародыши зародыши жемчуга в общем такие вот совсем маленькие жемчужинки они настоящие я уже посмотрела и вот здесь вот есть вмятинка я сейчас думала что это вмятинка но опять же при помощи своего прибора я увидела что это клеймо две буквы sd вот такая вот брошь не знаю может быть это такая брошь медальон и здесь можно вставить фотографию вот так вот такие вот меня догадки потому что иначе как-то не закончена она выглядит хотя не знаю но вот видно по замочку что это старинная брошь и по игле которая выступает за пределы броши видно что это антиквариат вот прелесть просто моя прелесть очень обожаю очень люблю такие вещи следующая вещь это колье колье от известного производителя эйвон очень многогранный много как сказать-то много очень изделий выпускает эта фирма начиная от парфюмерии средств для ухода средств для кухни до украшений духов вот это вот колье со стразами с бисером в медном таком цвете очень приятное колье здесь стоит маркировка эйвон в центре такой вот в этническом стиле очень приятное красивое колье где-то я так думаю 80 это уже 90 я не сильно украшениях эйвон поискала по интернету не нашла наверно какое-то редкое но очень красивая так дальше что у меня тут дальше у меня клипсы в металле золотого цвета с гранатовыми стеклышками гранатового цвета кристаллами гранатовое стекло короче такие вот клипсы это тоже винтаж вот я уже раньше вам показывал и браслеты и колье с гранатовым стеклом это такие вот очень красивые видите кристалл отливающие сиреневым бордовым очень красивые такие прямо переливаются тоже на свету ну и это у нас гранатовые гранатовые бусы хочу сказать колье но можно сказать колье конечно это гранатовые бусы тоже старенькие настоящие гранаты чешские и что меня очень удивило дома уже здесь золотой замочек это было трудно рассмотреть только вот с таким вот очень увеличивающим 80 раз увеличивают это как бы микроскоп такой вот ручной если представить очень близко то можно рассмотреть я думаю что продавец смотрел может быть в обыкновенную лупу и не рассмотрел клеймо это не очень высокая проба проба золота 333 мы все равно это золотой замочек мне кажется что для гранатов золото вполне подходящий замок очень симпатичные бусики я так думаю что это где-то 50-60-е годы возможно даже ранее это видно по объему шеи это на очень очень тонкую изящную шею это гранатике здесь они идут видите на увеличение начинается с мелких и потом к центру уже крупные тоже нет не видно как-нибудь я сниму когда вот у нас уже весна будет солнышко сейчас у нас пасмурный день на солнце они очень играют очень красивый цвет так дальше вот такой вот листочек брошка понравился мне этот листочек у меня несколько листочков коллекции этот листочек мне понравился тем что здесь вот есть такая вот крапинка красная мне сначала показалось это божья коровка но опять же присмотрелась дома через лупу это красный кристаллик от которого вставлен просто красный кристаллик и от него отходят такие лучики то есть я не знаю в чем была задумка но вообще похоже на божью коровку вот так вот если не присматриваться так получается капелька капелька крови капелька крови на листочке вот такая вот задумка брошка маркирована оконда я так думаю что это где-то 80-е годы так немножко покопалась в интернете по информации такой вот очень красивый в прекрасном состоянии листочек дальше такая вот очень красивая брошь сияющими кристаллами такого слегка светло коньячного цвета на золоте довольно большая то же состояние просто прекрасная тоже скорее всего это чешская брошь ну вот находила информацию что может быть и австрийская такие вот кристаллы забыла название сваровски вот не очень блестящие дальше что у нас тут такая вот брошь вот изысканный цветок эмалевый темно-синий такой даже с фиолетовым оттенком тоже такая очень изящная брошь красивая качество тоже изумительное тоже без маркировки поэтому трудно что-то сказать но такая вот очень элегантная дальше вот такой вот предмет опять же думаю это чехия и это у нас и брошь мне что-то казалось что это подвеска но нет только брошь к вот маленькая с красивым художественным стеклом зеленого цвета с подвесочкой очень хорошенькая думаю она довольно таки старенькая тоже думаю где-то 60-е годы и в центре там что-то есть по моему маркировка какая-то сейчас я посмотрю я еще не смотрела переходим к вот этой вот части моего показа но прежде сначала покажу более простое это вот такой вот брелок в виде крестика с очень красивыми яркими кристаллами я думаю сваровски вот возможно вы помните я его нашла на одной из последних барахолок вот брелочек это просто такая симпатичная пизделушка для ключей или на сумку такой вот аксессуар извиняюсь далее здесь у меня лежит кольцо которое уже показывала это спорное кольцо здесь стоит проба 18к но я еще не смогла попасть к ювелиру чтобы проверить поэтому сомнения меня одолевают насчет того золото или или нет но в крайнем случае это очень хорошее к золото кольцо это очень красивая мне идет поэтому купила я его недорого поэтому даже если это не золото я сильно не расстроюсь дальше что у меня тут идет давайте сначала это покажу я купила несколько украшений скажем так для реставрации у одного человека сразу скажу что очень не дешево все равно несмотря на то что эти вещи идут на реставрацию сначала покажу более простенькие и конечно с реставрации тоже у меня много вопросов к самой себе больше зачем я это купила ну это как говорится уже такой вопрос уже моя проблема да а я покажу вам мои свои приобретения это две сломанные я так понимаю запонки здесь стоит проба серебро 835 проба еще до серебро 835 пробы и стоит еще значок в виде рыбки изготовителя мы видим с вами что это янтарь хотя это парное парное изделие да и янтарь отличается по цвету очень интересно но такое я вижу кстати часто в украшениях даже в серьгах с натуральными камнями с янтарем что парное изделие но все равно различаются по цвету как так почему так не подбирают я не знаю вот именно по похожему цвету чтобы была большая схожесть я этого не понимаю для меня это вопрос но и такое я вижу часто вот то есть такая вот потом в этой же до этой же кучи был такой вот типа янтарь я конечно понимаю что это скорее всего не настоящий янтарь потому что очень красиво здесь в него залитая раковина раковина побольше поменьше какие-то даже растения там так что я думаю что это имитация янтаря и вот такой вот маленький янтарик скорее всего настоящий тоже неизвестно видно это была часть какого-то украшения или это пуговица здесь какие-то две дырочки или кто-то пытался что-то сделать в общем это что касается янтаря дальше идет опять же очень красивая брошь с гранатового цвета стеклом красиво очень ажурная брошка очень похожая на первую в этом обзоре да видно что они из одного места пришли к нам я думаю что это тоже чехия конечно же такие вот две красавицы дальше идет у меня вот такая вот брошь тоже видите опять же на реставрацию здесь отлетел отлетела игла то есть ее надо здесь припаять не знаю как это будет в общем короче такую вот себе нашла головную боль но брошка мне очень понравилась такая вот планочка с двумя цепочками здесь опять же или настоящие гранаты я так и не поняла они очень так они круглые поэтому по огранке трудно определить то есть огранки то ее как нет как таковой это просто круглые бусинки гранатового цвета ну предположу что все таки это гранатовое стекло потому что металл обычный такой блестящий золотой далее две клипсы опять же с гранатовым стеклом такие вот необычные такой вот формы цветочки я думаю в ушах они тоже будут выглядеть красиво потому что здесь видите оставленная серединка пустая такой вот цветочек на стебельке далее такая вот брошь с гранатовым стеклом тоже видите по получается принципе можно как комплект брошь подходит у меня где-то еще есть и браслет и колье гранатовым с гранатовым стеклом мои коллекции так что эти вещи то что туда добавят туда добавятся мне очень нравится гранатовое стекло ну а больше всего больше мне нравятся сами гранаты и вот в этот раз я опять же купила несколько вещей с настоящими гранатами как например вот это вот и так наверное было когда-то серьга старинная здесь осталось еще несколько гранатиков ну опять же это все на реставрацию продавалась но это скорее всего конечно же пойдет не на реставрацию а как донор для других украшений у меня есть еще украшения с гранатами где не хватает гранатов вот смотрите какую чудесную прекраснейшую брошь я купила опять же на реставрацию потому что здесь не хватает вот одного кристалла и здесь одного круглого но если круглый это в общем-то я думаю я найду без проблем хотя по цвету они очень темные именно на этой броши чем короче не знаю видите они же тоже все по цвету отличаются здесь например гранаты более светлые но вот этот вот гранат ты конечно я купила себе головную боль потому что найти такой грамм гранат в виде колокольчика как здесь будет очень сложно практически невозможно ну буду смотреть что смогу сделать потому что эти гранатики они прямо огранены в виде цветочков виде колокольчиков и вот один выпал и пропал это тоже очень старинная брошь это конец девятнадцатого начала двадцатого века ну скорее всего начало двадцатого чудеснейшие гранаты ней просто великолепнейшие темные блестящие я даже еще и не чистила вот как она уже сверкает это вот одна вещь которая просто изумительная которая приобрела вот вторая вещь тоже стариннейшая брошь с гранатами а здесь какая у нас беда здесь не хватает две вот таких вот вставочки вот есть остатки металла на котором они висели такие вот две вставочки отсутствуют не вставочки а веселечки здесь должна быть одна и здесь еще одна это керамическая часть с ручной росписью здесь такие вот тоже видите уже более светлые гранаты вот для сравнения сейчас покажу эти темные эти такие более светлые опять же это стариннейшая брошь очень старая и ну да общем короче но это коллекционная вещь конечно же носить я это не буду буду думать что буду делать с этими украшениями и еще хочу показать последнюю последнее гранатовое приобретение это вот это вот тоже брошь тоже на на реставрацию есть такой вот полумесяц из перламутра и цветочек здесь не хватает видите одного побольше гранатика и одного просто мини-мини-мини маленького гранатика здесь есть с этой стороны а вот с этой стороны его нету брошь тоже чудесная тоже это антиквариат начала 20 века конец 19 вот такая вот чудеснейшая брошь конечно же если бы она была полностью то цена бы и цена ее возрастет вдвое вы можете сами посмотреть цены на гранатовые броши и так далее гранатовые изделия из настоящих богемских гранатов 19 20 век какие цены принципе если украшения восстановить то это в общем-то такой уж прям даже небольшой капитал но я с этим с этой мысли я по их покупала меня кто что есть какие-то гранаты отдельные лежат лежат украшения доноры и типа этого поэтому буду смотреть как-нибудь на досуге что можно будет сделать ну и все уже считай подошли мы с вами концу такой вот у меня прекрасный венецианский поднос на котором лежали украшения очень красивый тоже люблю очень эти подносы у меня их несколько штук есть и круглые побольше поменьше и продолговатые очень они красивые и вот последняя вещь которую покажу сегодня это вот этот вот флакончик для духов чешский стеклянный в такой вот он оболочки металлической с кристаллами здесь еще старая эмаль осталась немножечко есть потемнения но все равно это очень красивая вещь так здесь не должно быть кристаллов это просто так сделано уже с этой стороны с этой стороны уже должны как есть кристаллы все кристаллы на месте которые должны быть они все на месте. это просто обратная сторона, не парадная, скажем так. она выглядит таким образом. крышечка снимается. и здесь есть стеклянная такая палочка для духов. очень-очень, конечно, красивый флакончик. тоже второй у меня. первый у меня более современный. вот этот, я думаю, что он такой уже более старинный. стекло это тоже такого зеленого цвета. я не проверяла еще, кстати, на урановое стекло. возможно, это урановое стекло и кристаллы и сама бутылочка. это надо будет еще проверить. вот такой вот обзор у меня был сегодня. надеюсь, он вам понравился. буду рада вашему лайку. у нас еще с вами целый пакет нерассмотренной бижутерии. остался с моего самого последнего обзора бижутерии. еще не все мы с вами посмотрели. и я еще каюсь. я купила целые, целую коробку украшений. держалась долго. я держалась почти целый год. и вот сейчас опять поучаствовала в аукционах. там их было много. я выиграла три у одного продавца. сейчас покажу вам анонс. вот пришла моя коробочка. вот и чего здесь только нет. здесь есть жемчуга. ну, жемчуга, знаете, я так это в кавычках это говорю. какие-то тут ценники или что это такое. жемчуга. это, как говорится, это еще надо будет смотреть. что здесь натуральное, что ненатуральное. вот такое вот пакетище украшений. тоже непонятного происхождения. будем смотреть. и еще здесь должно быть... ага, да, вот здесь вот еще. о, ничего себе. здесь еще такая вот пластиковая коробка. тоже с украшениями. ну, она, видите, запечатана. я сейчас уже не буду распечатывать. здесь вот тоже украшения у нас с вами. так что все будем распаковывать. все будем смотреть. подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. впереди вас ждет очень много всего интересного. и меня тоже. я еще ничего не смотрела. всем желаю здоровья. спасибо за лайк еще раз. и всего самого доброго. до новых встреч. пока-пока.